доброго времени суток друзья делаем вторую заключительную часть обзора катушки new stella 18 года выпуска в размере 3000 m hd друзья катушечка уже прошла полное техническое обслуживание осталось только финишная прямая конечно же я в процессе ее полной профилактики сделал более детальный анализ рассмотрел некоторые отдельные узлы и сделал по ним некоторые свои заключения с которой которыми я хочу с вами конечно же поделиться и в конечном итоге собрать ее и мы уже все это подытожим друзья конечно сама модель в данном случае ничего революционного в ней я не обнаружил но эволюционного в ней очень много начнем пожалуй с того что друзья первым делом это же конечно корпус free body который уже нового образца имеет отличие от 14 14 модели и сделан весьма неплохо и по крайней мере мне он понравился технически и грамотно и сделан лучше так как применение допустим в нем защиты x-protect от воды здесь на порядок как по мне сделано лучше и защита здесь более надежно это первый элемент который мне понравился здесь второй элемент новый который здесь предусматривает данная катушка это силен драйв тихое вращение значит друзья что она предусматривает она предусматривает идеальную подгонку всех деталей всех узлов и работ движущих частей в данном случае что я обнаружил по этому поводу это конечно же более детальная регулировка бесконечника посаженного на два шайка подшипника и имеет один из элемент регулированных шеф по как подпружиненный элемент в шайбочка амортизирует и вправе в принципе выбирает к всевозможные какой-то паразитный люфт это первый плюс в данном решении хотя в этой такое уже я уже встречал и наблюдал в бесконечнике в моделях и предыдущих выпусков и не только стал второй момент это такой же самый элемент который подпружинивает ведома шестерня относительно подшипники и выбирает паразитный люфт в посадочном своем месте в рабочем опять же что этот элемент уже был у нас использован в таких катушках даже в среднем бюджете начиная с 14 года выпуска данный элемент тоже уже у нас просматривался что касается направляющих сидят они плотно хорошо подобранный принципе идеально никаких у них радиальных люфтов посадки я не обнаружил имеет соответственно конечно же рабочий зазор в в каретке но это все стандартно в плане именно радиальных люфтов у них в этой модели я не обнаружил то есть это плюс хотя в других моделях и это встречал что касается опять же силен драйв этого тихого вращения и вот это вот их не предоставление что все подознано и очень хорошо первым моментом который вот именно дает эту тишину вращение 3 друзья это микро модуль в данном случае он выполнен 26 шестерни паразитных который приводит движение бесконечники поступательные движения шпуля не выполнены из пластика скорее всего капролон и имеет такой черноватый окрас вот это является тихим вращением в первую очередь что дает сильный драйв это первый элемент и второй элемент это каретка точнее узел бегунок который в нем в каретке посажем опять же я вам в первом видео показывал что знаем сидит втулочка который имеет демпферное кольцо и это будет очень сидит плотно и не дает бегунку паразитный люфт вот такая сбит из конструкции и является большим приоритетом в вращении и создавая такую тишину в совокупности с можно сказать правильно будет звучать с микро модулем второго поколения плюс конечно же самого микро модуля вот этих двух паразитных шестерни в том что они работают как демпфер и при нагрузках не создают напряжение и пластик просто это все проглатывает демпфирует и никаких проблем нету опять же металлические металлические шестеренки например как в 14 стеле 15 твин пауэре ему подобным имею ввиду производные 14 стела имели проблемы с микро модулем и имея до сих пор они там требуют более детальной настройки и очень приоритетительны к качеству изготовления данных зубчиков само микро модуле либо косозубой шестерни паразитной косозубой шестерни в данном случае тут проблем именно в этой катушке вот сейчас как вот поворачиваю посмотрев я не обнаружил и работает они микро модуль в данном элементе довольно таки тихо что понравилось еще это обгонная муфта что можно сказать по обгонной муфте 1 плюс это отличие 14 стела что здесь нету резинового пыльника который был 14 обгонной муфте и который при ее удержании то есть крепление на корпусе и имел не самоустную посадку то есть его нужно было всегда центрировать и при надевании уже сверху ротора в который вставил в шейку ротора вставлялась дюралюминиевая чашечка которая именно если не от центрирована был тот резиновый элемент она подтирала и создавала тугое вращение при движении ручки катушки в данном случае здесь резинового пыльника или никакого нет конструкция целостная имеет покрытие специально для предотвращения попадания воды и в данном случае у нас получается что втулочка сама садится по центру ее центрируете нужно так как она сделана в зазор с диаметром ведомой шестерни и получается на что она сидит нигде ничего не затирает и день еще не дрет и как бы в ротор не установили вам здесь не нужно нич как бы вы и ротор и обманную муфту не поставили таких движений других манипуляций производить вам не нужно и всегда она сидит на своем месте это большой плюс и не создает такого скажем так неприятного момента как в 14 стель и это пожалуй уже будет у нас третий элемент то есть начали мы с корпуса тихое вращение обманная муфта дальше четвертый элемент это у нас конечно же рота ротор цельнометаллической новой конструкции очень приятный в его оформлении и фактически он как и в работе не создает каких-либо проблем по инертности вращения скажем так он тяжеловат да но превращение все остается на свои места и работает он очень прекрасно здесь угол наклона дужки увеличим по сравнению с другими моделями за счет мы видим нового применения рычага лесоукладывателя и второй элемент точнее второй элемент на роторе это ролик длс тоже является большим плюсом дальше у нас возьмем шестеренку ведущая шестерин значит имеем микро модуль второго поколения здесь у меня друзья есть шестеренка от старой 14 100 и если мы их сравниваем в данном случае вот 14 и вот слева 18 как вы видите зубе на 18 более скажем имеет немножко другой геометрию и поле они по чаще идут сами диаметры как вы видите если взять они фактически идентичны что так что так идентичны разница еще есть только что что в том здесь на одной стороне на цапсе скажем так нету металлизированные коронки так как просто она здесь отклеилась в модели 14 года но она здесь стоит 18 как вы видите здесь ее нету изначально просто здесь диаметр уже увеличен сделано это с учетом того что она здесь даже не должна ставится она здесь и не стоит сразу работает шестеренка как есть в данном случае она здесь устанавливается имеет место быть ее отрыва срыва либо отклеивание скажем это тоже минус как для 14 модели но он не всегда конечно бывает но вот именно через это бывали моменты шуршания и плохой работы в 14 стеллах но мы сейчас говорим о их идентичности фактически вы видите покрытие одно и то же самое фактически размеры те же самые но сам микро модуль уже чуть-чуть поменялся мы имеем другую геометрию наклон зуба это первый элемент по этой паре хадана холодно-кованной дюралюльминиевый шестерни чем отличается еще она от моделей предыдущего поколения в том что как утверждают японцы им удалось при сохранении формы размеров идентичности и геометрии создать более плотную структуру материал то есть они при холодной штамповке ковки правильного извините неправильно вырезаться плотность материала сделали больше поэтому способность и мощность нагружаемости на определен на зубе шестерни здесь увеличены вдвое то есть напряжение на зубе данное ведущее колесо выдерживать два раза больше чем колесо от 14 стели идентичного размера как заявляет производитель как это будет на практике мы посмотрим утверждать не буду но это радует в любом случае так как получается у нас что 18 стел у нас более износостойкая к всевозможным нагрузкам ударным либо при опять же в каком-то выматывание трофея это один из элементов и в плюс и плюс в том что мы можем теперь купить размер например катушки две с половиной тысячи с учетом того что он будет работать как трехтысячный четырехтысячный агрегат это нам дает вот новая шестерня то есть ее более плотная более плотно и боль большая плотность материала при изготовлении ну а покрытие как вы видите имеет то же самое скорее всего дмитрий титановая либо циркониевая утверждать не берусь точный анализ я не приводил так друзья но вот пожалуй и последний мой элемент который мы возьмем и рассмотрим это же сама шпуля и ее конструкция в середине вместе с барашком здесь предусмотрена посадка пакета фрикциона шпульного подшипника так что при даже минимальном затяжке фрикциона шпуля у болтается не имеет какой-то вибрации а сидит довольно таки плотно и как мы контролируем на самых даже мелких потяжках ее работу то есть не вызывает дискомфорт здесь более стабильная работа шпули мы сейчас соберем этом убедимся ну вот пожалуй все элементы которые я хотел озвучить в этой катушке я озвучил значит это же на воде пройдемся еще раз это корпус это тихое вращение это обгонная муфта это новый редуктор это новый ротор это новый ролик длс и шпуль и шпульный элемент пожалуй на этом все так друзья ну в данном случае здесь уже в катушке я обслуживание провел остается только нам ее это все установить на место осталось только пару штрихов нам довести до конца и у нас катушечка будет собрана так в данном случае я применяю нестандартный смазочный материал что точнее стандартный не фирмы от фирмы шаману я применяю более специализированные синтетические японские масла которые дают нам еще более лучшую работу катушки более стабильную меньший интервал сервисного обслуживания и погрешности в работе там друзья устанавливаем ведущее колесо теперь промажем межкорпусное пространство так и устанавливаем крышечку корпуса проверяем работу на зажатие поджатие все в порядке теперь у нас финишный этап сборки катушки да друзья конечно же если в двух словах сказать что лучше да из всех стел которых выпущены начиная сам скажем так более менее уже такой приличный даст 2004 года ну даже ее уже наверно скорее всего и рассматривать не будем давайте возьмем седьмого года до до 18 на данный час конечно же эталоном является у нас модель десятого года так как все самое лучшее в тот момент было сделано в ней но друзья прогресс не стоит на месте эволюция тоже движется его во флагмане у шимана я могу сказать так друзья что бежать продавать вам ваши старые стелы не стоит не стоит стела в любом случае это стела это флагман это лучшее фирмы шимана что оно вам предоставляет но если сравнивать ее с 14 моделей то конечно же я скажу что до 18 на порядок лучше однозначно во всем просто она лучше и технически и визуально так сейчас друзья продолжим на разговор мы сейчас аккуратненько это все ставим декоративную накладочку что касается 10 стелы то по сравнению конечно же с 14 и 18 10 стела имеет в некоторых случаях более простой механизм без всяких этих микро модулей и заморочек по сути чем она и берет но ввиду того что все-таки редуктор 18 стеле у нас мощнее на порядок чем все редукторы до этого то конечно же это большой плюс так друзья теперь капельку на шток немножко про промажем кольцо самосброса чтобы она у нас не подсыхала работала хорошо в трамплинчик и устанавливаем ротор аккуратненько не спеша попадаем так теперь ставим гайку сейчас мы наживем чуть-чуть и установим подшипничек фиксируем маечку проверяем посадку на манжет что попадали у нас нет чуть-чуть еще надо добавить друзья теперь все хорошо центровали и ставим манжетик резиновый точнее пыльник и теперь манжет все собираем обратном порядке так друзья ну насчет конечно же вот стелы 10 она конечно же будет надежной хорошей катушкой но в плане чувствительности она ватная друзья как ни крути но нам менее чувствительные ну конечно работает долго нудно и без проблем но в данном случае все равно как даже если сравнивать с 18 более тихое плавное вращение я еще не встречал хотя и 10 стела работает очень и очень тихо но по сравнению с 18 друзья все нервно курит сторонке я бы охарактеризовал так что 18 конечно же очень и очень хороша в некоторых случаях на 70 процентов выигрывает во всем во всех катушках просто десятка берет своей надежностью эти катушечки работают так значит смазываем под школьный узел ставим регулировочные шайбы ставим школьку нашу на место вот как вы можете видеть ее не вот сколько мы установили да ведь ее фактически она сидит не болтается на своих в своих посадочных местах например в более других ранних версиях такого не было здесь сделали стабильную работу школе стабилизировали ее посадочное место и сюда живут на самых деликатных да на самой деликатной настройке фрикциона шпулька у нас не ходит сильно не гуляет не люфтит работает четко на подачи вот что хотел рассказать по поводу пошпульного школьного узла так друзья ну что вкручиваем ручку и проверяем работу и подытожим так проверяем зажатость так ну хух все могу сказать друзья мало того что я вообще не слышу как она работает но сейчас после обслуживания и вообще ничего не слышу давайте так может послушайте вы как работает катушка вот на хорошем сервисе на хорошем японском масле хотя и так повторюсь вы можете посмотреть в первом видео она работала довольно таки тихо сейчас она вообще работает идеально но как по мне а вам судить отлично просто отлично друзья стоп и гол ну просто шикарный бархатный ход да друзья конечно же катушечка проверяем барашек кнопик наш люфт у нас сразу же ушел немножко но конечно же мы поменяли смазочный материал он немножко потом у нас станет чуть-чуть на порядок больше но принципе так и должно быть вы видите что катушечка работает плавно ручка падает под своим усилием поэтому регулировка у нас правильно так проверяем дужку люфты в рычаге работу ролика и работу фракциона спускаем отлично фракцион кстати здесь довольно таки длинный имеет колоссальный разброс но почему потому что все таки здесь 9 килограмм на усилие поэтому не может быть короче но это вам скажу друзья что выстроить его можно фактически на потяжке очень очень осторожно рыбы за счет двух конечно подшипников на котором он сидит плюс они правильно смазаны и смазка от паркета фрикциона как я вам уже объяснял не дает сбитие работы подшипников со смешиванием смазки этот катушечка этот узел будет работать отлично долго мне нравится работа фрикциона вообще на ура ну и как видите она стабильная и шпулю тут не болтает найти вот как все таки есть здесь в этом правда так друзья ну вот все катушечку мы сделали давайте еще раз таки повращаю просто так классно крутится что хочется сидеть и вращать и ну немножко рекламы конечно же куда же без этого друзей и ну правда правда катушка огонь понравилось так друзья давайте пробежимся еще раз по этой модельки имея катушки такого класса имеем модели к примеру кто имеет седьмую стелу десятую стелу 14 стелу задаются наверно посмотреть это видео себе вопрос стоит ли купить новую 18 стелу и гнаться ли за новым друзья всегда могу вам сказать только одно при любых вопросов вот по этому поводу новое не всегда лучше старого старое не всегда лучше нового весы всегда будут 50 на 50 четкого ответа я вам дать не могу потому что совет дело неблагодарное но могу вам сказать мое личное мнение имея во своем арсенале 14 стелу однозначный ответ купил бы я себе восемнадцатую да друзья по сравнению с четырнадцатой восемнадцатая на голову 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 выше во всем по поводу десятые стелы задают мне вопрос вот что гнаться брать восемнадцатую или оставаться на десятой друзья если же вы довольно-таки долго ловите десятые модели в размерах примерно там ходовые это 4000 там по судачку по щуке крупной 2 500 общая модель 520 грамма то не спешите их продавать они вам еще верой и правдой послужат не один год но если ваши возможности финансовые позволяют то в арсенале конечно же я бы хотел бы иметь и десятую и восемнадцатую 18 конечно же друзья будет лучше лучше чем 14 если сравнить ее грубо с 10 в таком же размере если в 4000 нам то конечно же я бы отдал предпочтение чисто исключительно из-за того что просто я знаю как они работают и сколько они выдержали и что ждет меня по практике конечно скорее всего десятую но друзья мы сейчас с вами только вышла эта модель и не знаем как будет это служить и сколько прослужит эта катушка в будущем если после пяти сезонов ее работы я вскрыл бы посмотрел сказал тогда да я вам дам более детальную оценку пока первое впечатление у меня положительное что она лучше 14 значит данную модель 3000 m hd можно смело использовать от 5 до 45 грамм друзья без проблем большой разброс большая мощность лучше чем 14 в таком же размере и более сильный редуктор то есть здесь 7 элементов которые эволюционные и новаторские сделаны революционного повторюсь в этой катушке нет ничего но эволюционного здесь очень много и это хорошее правильное продолжение серии стыла от флагмана шимана друзья если я что-то упустил либо пропустил видео можете задать мне вопросы я постараюсь на вам вам на них ответить а на этом пока все друзья всем пока пока спешите за покупками